Приветствую вас, и если говорить о смысле вашего сообщения, вашего письма, то думаю выбрать экспертства вам следует того, чьи ответ вам показался наиболее глубоким, наиболее полным, и ответ того человека, который наиболее хорошо оправил проблематику вашу. Думаю, это будет справедливо. Далее, что касается вашего страха. Вы написали, что у вас страх принятия решения. Страх принятия решения связан с волей. То есть вы не можете принять волевое решение. Не можете совершить акт свободной воли. И, как это ни странно, но именно волю можно тренировать. Каким образом? Воля, значит, невозможность принять решение, это, иначе говоря, невозможность сконцентрировать свое внимание на чем-то одно. И потому, прежде чем принимать решение, постарайтесь свое внимание сфокусировать на чем-то одном, на чем-то, что кажется вам важно. И тогда вам будет легче принять решение, а страх уйдет. Потому что вы будете знать, что решение вы приняли верно. Именно потому, что обратили внимание на то, что для вас наиболее ценно, наиболее значимо. Со временем вы не будете ощущать, что вы концентрируете внимание на чем-то. Со временем у вас это будет происходить автоматизированно. Но сейчас необходимо выделить элементы, которые заставляют вас колебаться. И каждый элемент по отдельности рассмотреть. После чего произвести его оценку, то есть оценить, соответствуя с вашими критериями. И отдать свой голос, приоритет тому, что по вашему мнению, исходя из вашей оценки, является самым лучшим. Потому что, если говорить на примере ответов экспертов, каждый подходит по-своему к решению задач. У каждого свой подход, исходя из его особенностей, его профессиональных предпочтений. И понятно, что всем угодить не получится ни у вас, ни у конкретного эксперта. Но если возникло соприкосновение, то есть вам понравился подход экспертов к вашей проблеме, вот его ответы и нужно выбирать. Его и нужно выбирать для того, чтобы потом дальше с ним работать. Ведь важно, чтобы вы понимали, что эксперт взял направление вашей проблемы верно. Важно, чтобы вам понравился человек на интуитивном уровне. На эмоциональном уровне вызывал у вас чувство доверия, расслабление, чувство симпатии. Это одно из основных необходимых элементов для введения продуктивной работы. Думаю, именно так вам и нужно выбрать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам удачи и принятия все-таки верного, правильного, лучшего решения для себя.